Дорогие друзья, сегодня хотел поговорить с вами на тему, как мышление связано с психологией и какая здесь причинно-следственная связь. Я часто говорю о том, что тесты на интеллект, они на самом деле замеряют просто нашу способность решать какие-то ребусы, которые создали психологи. Все началось с тестов Айзинга и таких много разных, тестов Векслера и так далее. Они замеряют нашу способность решать определенного рода головоломки. Более того, если вас натаскать на решение конкретного типа головоломок, то вы будете прекрасно сдавать тест на интеллект. Это не значит, что вы станете сильно умнее. Если говорить про тесты, которые, если говорить, что мышление это наша способность достигать лучших результатов при прочих равных, то в этом смысле два теста являются показателями нашей интеллектуальной мощи. Но при этом они вроде бы совершенно не замеряют интеллект. И эти два теста — это тест креативности Торренса и знаменитый Машмарлоу-тест. Значит, ну вот чтобы понять, как это работает, давайте так. Во-первых, что такое? Возьмем просто сейчас тест... Машмарлоу-тест. Значит, в рамках Машмарлоу-теста ребенку предлагают сладость и обещают, что эта сладость удвоится через 15 минут, если он сможет не съесть этот зефир. У Олтера Мишелла, который был автором этого теста, у него есть такое объяснение, что есть наш горячий мозг, который движим нашими потребностями, нашими удовольствиями и так далее. И это подкорковые, по сути дела, ядра. И есть холодный мозг, это префронтальная кора, лобные доли, которые отвечают за возможность контроля наших побуждений. И вот, согласно исследованиям, дети, которые сдают тест на Машмарлоу, то есть могут зефирку, так сказать, подождать вторую, значит, они более успешны. С одной стороны, конечно, они решают интеллектуальную задачу. Интеллектуальная задача в данном случае состоит в следующем. Прибыль в 100% через 15 минут – это очень хороший большой куш. То есть если бы я вам сказал, я вам дам доллар сейчас, но вы можете не забирать, и я вам дам 2 доллара через 15 минут, вы, конечно, скажете, давайте лучше 2 доллара через 15 минут. Значит, то есть с точки зрения холодного рационального мозга нашей префронтальной коры – это более правильное решение. Но понятно, что когда вам дают деньги, сложно сказать, не надо. Давайте и следующие. Вот она, естественная реакция. И, собственно говоря, в чем суть этого дела? Значит, после того, как мы, любое значимое дело в нашей жизни требует инвестиций, сил, времени и так далее. И, условно говоря, есть даже вот то, что касается образования. Значит, вот если люди получают среднее образование, они зарабатывают, значит, одну сумму. Если они получают высшее образование, то во всех развитых экономиках они получают существенно более высокие доходы, нежели те, кто ограничивается средним специальным образованием. Значит, среднее образование получить проще. Я вот сейчас там два года отучусь, и после этого могу работать, буду получать там, не смогу девушку в кино пригласить, значит, джинсы себе новые купить, еще что-то там и так далее. То есть вот она, логика рассуждений, значит, человеку, который не сдает маршмарлоу-тест. Потому что, когда вы даете, учитесь пять лет, семь лет, вы получаете долгое образование, там и так далее, профит придет не скоро. Доходы вы будете получать, в случае счастья, не скоро. Но вы, так сказать, в них инвестируете. И таким образом, значит, мы находимся в конфликте. С одной стороны, нашей подкорки, которая хочет все и сразу, она не понимает времени. Подкорка, это время у нас формируется в отношениях между лобной и теменными долями. Вот в этом сложном отношении, я про это отдельно рассказываю в книге «Машина времени», «Отфу, машина времени», «Машина мышления». И вот наша способность с помощью рациональных каких-то вещей, сознательных, разъяснять себе, что наши потребности сейчас — это не так важно, как наши потребности в будущем, делают людей более эффективными, чем тех, кто не может сформировать достаточно яркий, ясный образ будущего, как бы прочувствовать его и таким образом подавить нынешнюю сейчас интенсию «съесть зефирку, получить свой доллар, получить нехитрое образование, чтобы тут же получить зарплату». И, соответственно, связь психологии и мышления. Если бы мы были, пожалуйста, мыслящими агрегатами, то нам бы не нужно было учитывать, что у нас есть подкорка со своими желаниями, вот таким, подкорка как малый ребенок, понимаете, когда говорят «дайте то, хочу это», и так далее. Приключилось внимание «дайте это», «дайте то», и так далее. То есть проблема мышления не только в том, что мы должны научиться просто правильно картировать реальность, обнаруживать в ней ресурсы, и так далее, но это в значительной степени еще работа с самими собой. Когда мы не видим сразу очевидную цель и очевидный профит, но мы считаем, что то, что мы делаем, например, или задачу, которую мы решаем, имеет смысл и имеет собственную ценность. И в этом случае, да, нам хочется, может, пойти полениться, нам хочется посмотреть по сериалу, нам хочется пойти куда-нибудь, как бы, повеселиться, да, вот, но мы говорим себе «нет, у меня есть образ будущего, в этом образе будущего я человек, который способен решать задачи вот такой сложности, и поэтому я сейчас подавляю свое, этот, как его, гуляй рванина, вот, и инвестирую собственные усилия в будущее». И это, как выясняется, этот навык оказывается значительно более ценным, нежели просто способность решать какие-то задачи, головоломки и так далее, потому что, к сожалению, тесты на IQ-тесты, так называемые, они не позволяют нам предсказать успешность человека. Чуть-чуть позволяют, потому что если у вас больше IQ-тестов, то у вас есть вероятность, что вы лучше справляетесь с задачами, значит, соответственно, у вас больше шансов поступить в хороший ВУЗ и оказаться в социальном окружении. Хорошее социальное окружение даст возможность вам в большей степени, как бы сказать, преуспеть. Но фундаментально является не показателем. А вот способность, как бы свое хочу сказать, «Погодь, не все сразу, не надо сразу развешивать, так сказать, лапшу на все места, жди, работай, трудись», оказывается более важным с точки зрения интеллекта, с точки зрения мышления, с точки зрения цели мышления, потому что мыслим мы не для абстрактных всяких красных вещей, а мыслим мы для того, чтобы максимально добиться от этой реальности выхлопа, чтобы она дала как можно больше профита социального, финансового, психологического, опять же, ну и карьерного, какого угодно. Поэтому учитесь властвовать собою – это не психотерапевтический призыв, это призыв мышленческий.